Кинокомпания не та кнопка и Мозголом Продакшнс представляет Второе дыхание для Warface или как Mail.ru купил Киберспорт Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Мортик, капитан очевидность. Здорово. Красава. Беретта в скине Open Cup, очень красивом скине, должен сказать. И отличненький анекдот. Анекдот для взрослых. Детишки, отойди от монитора. Отошли? Молодцы. Благодарю, капитан очевидность. Анекдот такой. Есть грех уныния, есть грех прелюбодеяния. Но самый плохой грех, это грех унылого прелюбодеяния. Ха-ха-ха. Да, сука. Это душевно. Да. Вот. Если вы не поняли анекдот, хорошо, что вы его не поняли. Это правильно. Так. Не выходить, сука. Не появляться. Не лезть ко мне. Headshot, baby, you get owned. Я тебя предупреждал. Именно так. Итак, друзья. Сегодня у нас интереснейшая новость. Mail.ru. Рокутагин, а нормальной карты на выбор не было, что ли? Нет, не было. ПТС какой-то вообще унылый. 8 часов вечера на ПТС ничего нету, никого нету. Ангар и даже мясорубка я не нашел. Ну, а что делать? Играем на ангаре. На этом... на этой популярной карте. Вот. Mail.ru купил SK Gaming. Mail.ru купил Virtus.pro. Mail.ru купил Yota Arena. В общем, Mail.ru по факту купил весь отечественный киберспорт. И не только отечественный. Вообще, тот же SK Gaming, те же Virtus.pro. Это одни из крупнейших мировых команд киберспортивных. И все это купил Mail.ru. В общем, киберспорту, в принципе, как-то кому-то пришел конец. Ха-ха-ха-ха. Шутка. Нет. Я думаю, что, скорее всего, киберспорт от этого только выиграет. Потому что у Mail.ru много средств. Самых разных. Финансовых, нефинансовых, организаторских, материальных. В общем, средств очень много для развития всего киберспорта. И, как ни странно, я считаю, что это даже хорошо. Но вопрос. Какое дело нам? Что от этого получит Warface? А вы знаете, самое интересное, что Warface уже получает первые результаты. Обратите внимание, что Yota Arena это то место, где будет проходить LAN-финал. И что-то мне подсказывает, что Open Cup'ов в здании Mail.ru больше не будет. По понятным причинам. Теперь, наверное, все турниры... Кутаги, надолго ты вот в этих проходах во всех сидеть будешь? Кэп, я тебе сказал, как я люблю эту карту, вы поняли, да? И на этой карте строите все герои. Я пойду рашить. Это бесполезное дело. В каждом вот этих проходах... Не, бывают исключения. Бывают люди нормально бегают, стреляются как бы весело. А чаще всего, последние что-то, не знаю, полгода, люди играют... Киберспорт, сука! Как он зашел на нашу базу? Я не понял. Что за нафиг? Это что за киберспорт такой? В общем... О, ну зайчик-то душевный пошел. В проходах люди сидят и все. А весь центр контролирует снайперы. Что героя строят? Зачем? Люди хотят так играть. И я буду так играть. Я тоже буду стоять в проходе. Люди хотят гранаты кидать. Да у меня и оглушки, и я буду кидать. А помню, тебе предлагали админом Warface стать. Было дело, да. Надо было соглашаться. Не, не хочу. Я отказался. Мне предложили быть однажды комьюнити-менеджером по связям, как бы, с общественностью и по YouTube-сегменту, медиа. Вот, я отказался, не хочу. Не хочу бы. Я не люблю большие компании. Я когда-то успел поработать тоже в одной очень крупной компании. Правда, не в IT, не в играх, а в недвижимости. Я отказался от этого. Как бы у меня есть опыт, и что-то... Вообще не хочется ни разу, поверьте мне. Так вот. Как может Warface выиграть? Ну, во-первых, Warface уже выигрывает из-за того, что у нас есть Yoda Arena. То есть, Open Cup'ы будут более масштабными. Есть RUHUB. И вообще, вся медиа-часть, в том числе все трансляции, я думаю, приобретут больший и лучший размах. Именно так. Все будет более масштабно, более круто, более классно. Что еще может сделать Mail.ru? И я подозреваю, что он сделает. Я думаю, что в киберспортивных организациях, командах, таких как SK Gaming, таких как Virtus.pro, в скором будущем сократят зарплату. Очень даже может быть. Нет, все-таки, им, конечно, не будут ничего сокращать. Но появится подразделение Warface. Например, ребят из АГ пригласят Virtus.pro. Хотя, ребят, АГ это круто. Но пойдем в Virtus.pro играть. Это ваш шанс. Это ваше будущее. Да, конечно, они согласятся играть в Virtus.pro. Вы понимаете, это очень круто. Таким образом, Mail может серьезно, серьезно придать Warface популярность очень сильную. Без шуток. То есть, сейчас у Mail.ru, из-за того, что они фактически купили одни из крупнейших мировых киберспортивных организаций. И крупнейший в мире стадион киберспортивный. Это крупнейший в мире, кстати, чтобы вы знали. Yota Arena. Есть шанс это использовать для Warface. И таким образом, если все грамотно сделать, популяризовать эту тему, можно онлайн в Warface поднять в 2, а то и в 3 раза. Без шуток. Это реально можно сделать. Почему? Потому что молодежь, она фапает. Вот. Верит, что они все станут киберспортсменами. Ну, по секрету отвечу нет. Большинство вас никогда не станет киберспортсменами. Даже кто мечтает. Вот. Но, как бы, это популярно. Киберспорт на него, как бы, передергивают. Киберспорт верят. Киберспорт любят. Да что далеко ходить? Я сам люблю киберспорт. Мне всегда киберспорт нравился. Но Warface, к сожалению, он, конечно, организован так себе. Если организовать лучше, а для этого теперь есть все средства, игра станет намного более популярной, нежели она является сейчас. И знаете, это огромный плюс. Это огромный плюс. Поэтому главное, чтобы все правильно сделали. И вот именно этот момент, он весьма смешан. Потому что очень все правильно сделали. И Mail.Ru это немножко не одно и то же. Но, в любом случае, шансы есть. И я думаю, что в ближайшем времени, именно вот эта покупка, она серьезно и очень положительно скажется на онлайне Warface. Вот я считаю, что очень даже есть такие шансы. Конечно же, все это делалось не ради Warface, а ради, ну, конечно же, PUBG. В первую очередь. Потому что PUBG, теперь у нас локализатор, как вы знаете, Mail.Ru. А PUBG это самая популярная игра в мире. Именно так. Но Warface от этого, я считаю, не только не потеряет, но и выиграет. Причем очень серьезно. Так что эти новости, лично я считаю, весьма и весьма позитивными. Что касается новых скинов Open Cup. Ну, это одни из лучших скинов за всю историю Warface. Многим, кстати, не нравится надпись Open Cup. А меня лично она абсолютно не раздражает. Да. Душевно. Жалко, что проиграли. Короче, из страны надо уезжать. Скоро Mail купит все и даже за воздух придется донатить. Да. Но уезжать бесполезно. Даже Donation Alerts, через который на стримах донатят, причем во всем мире, владелец MyCom. Так что, ребята, готовьтесь. Скоро за все вы будете платить дополнительный налог. Не правительство. А именно Mail.ru. Судя по всему так. Но все ради Warface, ради развития. Поэтому, если видео вам понравилось, ставьте лайки. Чешите яйки. Ступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся с вами. Магиб.